Добрый вечер. Сегодня мы представляем вам программу «Разочарование и страсть Малины Светаревой». У нас было огромное прошлое. Вы звучите очень красивая музыка, знакомая музыка. Я понимаю, что вам захочется аплодировать. Пожалуйста, сохраните ваши аплодисменты до конца концерта, чтобы не прерывалась нить реставрая. Спасибо. Тебе, имеющему быть рожденному Столетия спустя, как отдышу, Известны недры, Как насмерть осужденный, Своей рукой пишу. Друг, не ищи меня. Другая мода. Меня не помнят даже старики Ртами рожать. Через литейские воды Протягиваю две руки. В моей руке почти что горстка пыли Мои стихи. Я вижу на ветру Ты ищешь дом, в котором родилась я Или в котором я умру. И горько мне, Что в этот вечер сегодняшний Так долго шла я вслед садящемуся солнцу И к тебе Через столь лет Пьюсь от заклад, Что бросишь ты проклятие Моим друзьям в облумогил. Все восхваляли. Розового платья Никто не подарил. Кто создан из камня, Кто создан из плиты, А я серебрюсь и сверкаю. Мне тело измена, Мне имя Марина, Я вредная пена морская. Я вредная пена морская. Марина, Марина. Кто создан из плоти, Кто создан из крови, Тем гроб и надгробные плиты. Я в кумере морской крещена И в полёте своём Непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, Сквозь каждое свете, Промьётся моё своё болье. Меня, видишь, Внутри беспутные плети, Зелтою не сделаешь слою. Которое сердце, Которое сердце, Я, видишь, Внутри беспутные плети, Институт и медвrealы. Субтитры, Заставь каждое сердце, Субтитры, Ешелая пена, Я с каждой волной Высокая педа морская, Высокая педа морская, Марина, Марина, Марина. Марина Цветаева была наделена не только поэтическим даром, острым умом, но и страстной натурой, что сделало ее трагедию уникальной. Не снисхожу, был ее девизм, и она хотела, чтобы эти слова были на ее надробном камне. Вообще она устник детства. Она рано трехлетним ребенком поняла, что у матери существует какая-то трагедия в жизни. Она очень рано узнала, что мать мечтала о мальчике, о сыне, о рыцаре. А родилась девочка. И мать, вздохнув, отвернувшись, сказала. Ну что ж, хотя бы будет музыкантчик. А через два года опять вместо долгожданного мальчика появилась еще одна девочка. Анастасия Ася, как ее называли в семье. И вот это желание мальчика, она переносила на девочек. Она завела нас музыкой. Она как бы проверяла, поддастся грудная клетка или нет. Не поддалась. Мать так никогда не узнала, что не музыка станет главным делом моей жизни. Первые стихи мать осмеяла. И вообще она была очень строгой. Хотя, когда ее уже не стало, Марина Цвета вспоминает, сколько иногда было нежности. Она вспоминала, как они втроем под маминой шубой слушали ее сказки. Однажды, когда она играла, она была прекрасным музыкантом. Она была любимой ученицей Лобинштейна. Такой игры на рояле и в Италии я уже никогда не услышу, говорила Марина. И вот они с маленькой Асей залезли под рояль и там просидели несколько часов. И когда мать их обнаружила, она была воспущена. Она стала кричать, ругать их. Разве нормальное ухо может выдержать такой крохот? Ну, Ася заплакала. Она сказала, ладно, ей простите, она маленькая, но тебе уже исполнилось на богослов шесть лет. Разве ты не понимаешь? Глаза матери всегда были сушены. Это было ее оружие. Вечное на лице презрение. И Марина с раннего детства научилась пользоваться этим оружием и пользовалась им. Мария Александровна Мэй, мать Марины Цветаевой, она равно потеряла годовалым ребенком свою мать. Это была польская красавица, Парницкая, из завода Парницких. Ее мать, то есть бабушка, она тоже умерла от Чахотки очень рано, как и мать Марии Александровны, 26 лет. И девочка осталась на руках отца. Это был очень богатый, обрусевший немец из Лиги, Мэй. Он, в общем-то, создал уникальное воспитание для дочки. Ни одной связи с женщинами, чтобы, когда дочь вырастет, могла смело и прямо смотреть ему в глаза. Она не знала других детей, вела жизнь замкнутую, фантастическую. Она предела о героях, о рыцарях. И, конечно, самая страшная трагедия случилась в ее жизни. Это гораздо позднее узнала Марина. Она узнала это, когда мать ей не стало, и она нашла ее дневник. Марина Цветаева – страстная натура. Когда мать ее спросила, когда ей было пять лет, какая кукла ей нравится, она сказала, вот так, со страстными глазами. Мать очень рассердилась. Да не глаза были страстными куклами. А моя страсть, которую я приписала этим глазам. Вот эта страсть, которая горела в ней, сжигала изнутри, она хотела казаться для матери самой лучшей. Она делала все, чтобы мать полюбила ее, оценила. Она заискивала перед матерью. Но мать была очень суровой, и Марина не знала нежности. И вот эту страсть свою, которая в ней кипела, она потом перенесла на своих послюбленных. И вот ее многочисленные любовные романы, как нельзя лучше, говорят о трагедии жизни. Да, она любила мужчин и женщин. Для нее это не имело буквально никакого значения. Но все ее влюбленности заканчивались разочарованием и глубокой болью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Я играла, а он понимал меня Никогда в своей жизни я играла так ДимаTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Иван Владимирович Цветаев Был сын сельского священника И сам собирался стать священником Но занимаясь самообразованием Достиг таких высот Такие люди, как он Являются гордостью Российской культуры И российской науки Итак, Марина Все поняла Но мать Умерла И наступила пустота Отношение Матери к сексу Было отрицательным Но Марина В глубине души Уже была готова К первой встрече с мужчиной И альбом появился В их доме Это Поэт Лев Бойч Каплянский Печатающийся Под псевдонином Элис Он бывал часто в доме И девочки Были рады Что вечера заполнены Музыкой, сметом Разговорами Все было замечательно До той поры Пока Однажды Нелендеров не было В этот день Мы в доме Он поручил Своему То есть Элиса не была В доме И он поручил Своему другу Нелендеру Тоже поэту Надо сказать, что Цветаемый Было В то время Когда познакомилась Она с Каплянским 15 лет Он двое старше нее Красивый Умный Привлекательный Он Попросил Передать Запись С предложением Стать Женой Его Марина Была Возгущена Она Была Не готова К Замужеству И Элис Перестал Бывать У них Дома Она Ему Отказала В доме А вот Нелендер Стал Появляться В их доме Ему Было 20 лет Выпускник Морского Училища Стал Красивый Пишет Стихи Переводы Так много Общего Он Одобряет Эти стихи Они ему нравятся Все замечательно До той поры Пока Он тоже Не делает Ей Предложения Это Возмутило Ее Понятно Что Она Отказала Тогда Появляются Стихи Посвященных Елендеру Нет Вы Не Братья Нет Не Братья Прижись Мы Ушли В туман Для Нас И Ваши Объятия Еще Неведовый Дурман Пока Вы С нами Смех И Шутки Но Лишь Мод Ноли Шаги И Ваши Речи Страна Шутки И Чувит Сердце Вы Враги В январе На заре Было Счастье Длилось Мир Настоящее Первое Счастье Не из книг В январе На заре Было Горе Длилось Час Настоящее Горе Длилось Не из книг И Она Пишет Стихи Приемницы Того Кто Кого Полюбит Неведовый В будущем Будь то ему Кем быть я Не посмела Его Мечты Боязнь Не сгуби Будь то ему Кем быть я Не сумела Люби Без мер И До конца Люби Вот эти Две Такие Любви Для нее Явились Страшным Ударом И Она Даже Хотела Покончить Жизнь Своубийством Она Написала Сестре Записку Никогда Не раздумывай Отдавайся Любви Отдавайся Страсти Отдавайся Чёрту Но Каким образом Передумала То есть Записку Ася Эту Нашла Гораздо Позднее Она Уехала Марина В Париж Хотела Посмотреть Игру Сары Бернар Она Играла Рулёнка А для Марины Цветаевой Героем Был Наполеон И вообще Всё Что связано С рыцарством Потому что О рыцарстве Мечтала Её мать И она Принесла Свою Жизнь И вот Уже Ей Девятнадцать Она Едет В Крым В Коктебей Чтобы Там Забыть О предыдущих Своих Двух Влюблённостях Она Через Много Лет Вспоминает О Гелендрии И пишет В эссе О Андреи Белом Что Уже Спустя Столько Лет А это Уже Тридцать Четвёртый Год Когда Напишет Я С глубокой Радостью Вспоминаю Его И уверена Что через Десять Через Двадцать Лет Через Много Много Лет Я буду Также С радостью Вспоминать И с глубокой Благодарностью Об этой Любви И так Она Приехала В Коктебей Попадает В квартиру В дом Максимилиана Молошина Которого Она Обожала Стихи Попадает В мир Творчества Любви Музыки И Она Совершенно Счастлива И вот Здесь Она Встречает Свою Любовь Сергею Эфрону Он Один Год Младше Ее Высокий Черноволосый Глаза Серо-зеленые Красавец Еще Все Объясняется Тем Ведь ее Мать Мечтала О Экзотическом Чужостранце И вот Он Еврейского Происхождения Это Тоже Дополняет Вот Ее Увлечение Им И Действительно Увлечение Перерастает В глубокий Роман В страсть В любовь Он Конечно Влюблен Тоже Она Пишет Стихи Солнце Одно А шагает По всем Городам Солнце Мой Год Я Его Никому Не отдам Ни на час Ни на взгляд Ни на вид Никому Никогда Пусть Погибают Бессветные Ночи Города В руки Возьму Чтоб не смело Вертеться В кругу Пусть Себе руки Губы И сердце Сожгу В темную Ночь Побежить Погонюсь По следам Солнце Мой Я Тебя Никому Не отдам Он Делает Ее Предложение И она Становится Его Женой Она Пишет Философу Розу Ничего Не изменилось Он Мой Родной Не думайте Что он Чужой Я Никогда Не оставлю Его Это До конца Жизни В нашей жизни Ничего Не изменилось Я Так же Свободна Как и Рач И это Меня Радует Из Воспоминания Современника Я Увидел Очаровательную Женщину Я Стал Залеть Роскошные Волосы Она Пошла Я Вижу Она В длинном Шелтовом Платье Тонкая Талия Схвачена Старинным Серебряным Поясом Рядом С ней Мужчина Высокий Немножко Сутулый Он С любовью Смотрит На нее Потом Они Остановились Разговаривают Я вижу Как он Прикрывает Рукой Глаза Гораздо Позднее Я понял Что он Очень Стеснительный И Поэтому Он Не может Подавить Себе Гетто Потом Через Тридцать Лет Он Точно Так же Закроет Глаза Когда Расстрельная Команда Выведет Его Для Расстрела Но Пока Все Прекрасно В октябре 2012 года У них Родилась Дочь Я Назвала Ее Арианной Пишет Светаев Вопреки Папе Который Любит Русские Имена Вопреки Сереже Который Любит Простые Имена Вопреки Друзья Которые Говорят Это Соломно Я Именно Поэтому И Назвала Вопреки И Противу Всех Дочку Она Любила Безумно Она Считала Что Это Даг Для Нью Она Вырастет Ее Такой О Которой Она Мечтала Что Это Будет Только Ее Ребенок Только Ее Девочка Царица Бала Лисхимница Бог Месть Сколько Времени Спросила Кто Там Я Ответил Шесть Чтобы Нежная В печали Чтобы Тихо Была Девочку Мы Встречали Ранее Колокола Она Действительно Била Своего Ребенка И Жизнь Эфронов Шла Своим Чередом Пока Не Наступил 14 Год Октябрь Приближалась Семейная Драма Она Встретила Поэта Софью Парнок И Записала Сердце Сразу Сказала Моя Любовь Легкомыслие Милый Грех Милый Спутник И Брат Мой Милый Ты В глаза Мне Брызнул Смех Ты Мазур У Меб Брызнул В Живы Она Именно Мечтала О Такой Любви Но Нет Она Мечтала О Любви Женщина Она Любила Хотела Любви Чтобы Любили Ее А Парнок Была Настоящий Лесбиянка Прекрасный Поэт Сильная Женщина Красавица А В Цветаевой Она Увидела Шелогривого Мальчишку А Цветаева Увидела В ней Еще И Мать Мать Которая Не Обращала На нее Такого Внимания И Не Давала Ей Той Любви Которой Она Жаждала Два Года Почти Длится Эта Любовь И Хотя В мире Цветаевой В то Время Процветал И Гомосоциализм И Лесбиянство Тем Не Менее Друзья Были Потрясены Роман Раскарался Со Страшной Силой До Такой Степени Что Марина Готова Была Бросить Все К Ногам Пор Ног Она Была Готова Даже Перестать Писать Стихи Я И Туда Бы Как Можно Тише Ненаписанных Стихов Ненаписанных Ненаписанных Стихов Ненаписанных Ненаписанных Ненеписанных Стихов Ненаписанных К Вы в черной бархатной куртке с крылатым породником. Я помню, с каким вошли вы лицом без единой краски, Как стали кусая пальчик через голову на двоя. И лоб вах, прудоголовый, под тяжестью рыжей каски. Не женщина и не мальчик, а что-то сильнее меня. Вы вынули папироску, и я подала вам спичку, Боясь и не зная, что делать, если взглянете мне в лицо. Я помню над синей вазой, как взглядывали наши руки. О, будьте моим арестом! И я вам дала цветок. Да, Марина Цветаева никогда не была настоящей бесприятной. И потом, когда она была сексуально привлекательна для женщин-лезбиянок, Она никогда не доводила их связь до конечного... То есть никогда не была лесбиянкой на самом деле. Поэтому, говорить о том, что, как это было, Эфрон знал об этой связи. Он страдал, естественно. Но она говорила, я пишу ему каждый день или через день. Он знает о мне все. Я не пишу только о самом печальном. Потому что я жалею его. Я люблю силы. И никогда, никогда его не оставлю. Но однажды она хотела пойти на вечер Андрея Белого. А у парламента распалялась голова. Она не хотела идти. Но Цветаева все же пошла. А когда она вернулась, То она увидела, Что на кровати Парнок сидит женщина. Она была неприятна для Цветаевой. Она была некрасивой. Она была полной. Какой-то неряшневой. Для Цветаевой это было потрясение. Не укоряй тебя, пришла. Только платье поцелуй и крах. Да взгляну отчаянь ночи, Зацелованная водной ночи. Будет день, И я умру, И день умрет. Будет день, и я умру, И день умрет. Не наступит день прощения. Никогда. И действительно, День прощения не наступил. В 34-м году Она написала Отповедь Лесбийской любви. Письмо к Амазонке Называлось ее эссе. Она писала, Что любовь двух женщин Противоестественна. Ибо она Не дает ребенка. И это Противоестественно. Даже если женщины Не любят друг друга, У них никогда не будет детей. И это страшно. Она писала, Моя отповедь вам. Это Укол Вашу душу, Ваше сердце, Ваше тело И ваше дело. Вот она, Конечно, Никогда не простила, Потому что Обида у нее была Естественная На всю жизнь. Потом она встречалась С женщинами. Это была И жена вторая Скрябина. Но уже Любви у нее Никогда не было. И она Вернулась к Сергею. Она написала Ее Я Любви Твоей прошу. Прошу прощения. И он понял, Что она Никогда Не сможет Оставить его. Он Как жерновал ее шею И в то же время Как спасательный Пояс. Потом был Роман, Вернее, Флирт С Осипом Маттельштамом. Она Полюбила его стихи, Она писала. Его путанная мысль, Но дело в чарах, Которые производят Его стихи. Она Вместо себя Дарила ему Москву. Ты запрогидаешь Голубо. Затем, Что ты гордец, Евраль. Какого Спутника Веселого Привел мне Нынешний Февраль. Позванивая Карбаванцами И медленно Пуская Дым Торжественными Чужестранцами Проходим Городом Родным, Чьи руки Бережные Трогали Твои Лесницы Красота. Когда И кем И как Целованы Твои Встали, Спрашиваю, Дух Мой Алчущий Переборол Сию Мечту. В тебе Божественно, Мальчика Десятилетнего Я чту. Помедлим Гурики Полощущие Цветные Гусы Фонарей. Я доведу Тебя На площади Видавшей Отрок Авцарей. Мальчишскую Борь Вы Слистывай И сердце Зажимай В гости. Мой Владнокровный, Мой Неистовый Малья Оттущенек. Прости. Мандрештам Был Более Жесток К Марине Цвета. Он Написал В одной Статье, Что считает, Что женская Поэзия Это Один Из Видов Рукотелия. Может быть В нем Сохранилась Обида, Что она Отказала Ему В любви. Шел Шестнадцатый Год И Сергей Ефрон Белой Гвардией. Для нее Белая Гвардия Была Символом Любви Ее Матери. И Она Считала, Что это Очень В общем-то Она Не Вникала, Что собой Представляет Революцию Она Не Приняла. Мятеж Она Не Приняла. Для нее Это Было Все Очень Чуждо. И Поэтому Белая Гвардия Кто Уцелел Умрет Кто Жив Воспрямит И Вот Потомки Строме Старину Где Были Вы Как Громом Грянет Ответ Как Громом Грянет На Дону Что Делали Да Принимали Руки Потом Встали И Леги На Сон И В Дневнике Задумчивые Внуки За Словом Долг Напишут Слово Дон Долг 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 Ночих широкие Thing Напоминают Марус Чьи шаги весело звенели и на носах, и на носах, И чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след. Очаровательные фронты, очаровательные фронты минувших лет. Одним ожесточеньем воли выбрали сердце из кону. Цари на каждом ранном поле и на валу, и на валу. Вам все вершины были малы, имя как самый черстый хлеб. О, молодые генералы, о, молодые генералы своих судей. О, как мне кажется, могли бы рукою полною перстеней, И в кудрите плоскать и гримы своих коней, своих коней. В одной пироганной скачке Вы прожили свой младкий лет. И ваши гудри, ваши бачки, И ваши гудри, ваши бачки, Засыпал снег и лед. Для нее было страшное время. Карточек у нее не было, потому что только известные люди, Выдающиеся имели карточки. Она зарубила все мебель. Она продавала вещи, книги, чтобы как-то прожить. А в семнадцатом году у нее родилась вторая дочь, Ирина. Время было страшно тяжелое. Друзья помогали, кто-то приносил. Она пишет, вчера мухарка через свою дочь послала Али пышечки. У собой пять родителей, а она еще заботится обо мне. Страшное время, вестей от Сережи совершенно никаких. Она говорит, что я не смогу жить без него. Если Бог даст, он останется жив, я буду ходить за ним, как собака. А жизнь я не смогу. И дети тоже. Аля не сможет жить без меня. А у меня сейчас никаких мыслей о детях, только о нем. Время настолько было трудное. Она пишет, что утром просыпаюсь, мою холодную водя картошку и варю ее в самоваре. Везде все разбросано, везде грязные распашонки, одежда детская. И так целый день, целый день, не только когда вечером зажигаю лампу над постелью, беру папиросу, а иногда кусок хлеба. И тогда я живу. Все стены были списаны стихами. Иногда у нее возникает мысль о самоубийстве. Но что же будет тогда с детьми? Что будет с ними? И она вспоминает свои стихи, которые она написала, когда возникла мысль о первом самоубийстве. Ее молитва. И она вспоминает свои стихи. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, О, дай мне умереть, покуда Вся жизнь, как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, Терпи еще, не кончу срок. Ты сам мне попал слишком много. Я жажду сразу всех дорог. И. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Снимутыμε Симон. Субтитры подогнали Симон. Вот. Субтитры подогнали Симон. Сонечке, она была ей матерью, и она опять-таки не довела вот эту любовь, хотя Сонечка была влюблена в нее, она не довела эту любовь до лесбиянства. И Соня ушла, как она говорит, свою женскую судьбу. Илья Эренбург вернулся из-за границы, когда он ехал через Чехословакию, он встретил там Эфрона. Когда Белая армия была уже разгромлена, он через Турцию оказался в Чехословакии. И Марина Цветаева решила ехать к нему. Она собирается и уезжает. Первая остановка в Берлине. Она останавливается в Берлине, ждет, когда приедет Сергей Фронт с документами, чтобы воссоединить семью. И вот здесь снова вспыхивает роман. Да, она всегда говорила, вам немного поэтов, как мне удается, это моя тайна. Но я не могу без любви. Я не могу творить, если я не увлечена, не влюблена. Я должна вылить эту страсть свою, выплеснуть ее. Только таким образом я могу писать. И вот она встретила Абрама Вишника. Он служит в издательстве «Геликон». Она увлечена ей. Она пишет, я знаю вашу сущность. Вы ленивы, я все знаю. Но меня волнует только ваша страсть, ваше человеческое нутро. Я сказала вам «Душа», а вы сказали «Есть жизнь». Она пишет своему другу «Я влюблена». Я не думала совершенно об этом и даже не представляла, что так может случиться. Но я услышала человеческие слова, которые так долго не слышала, о которых я с детства мечтала. Я почувствовала себя любимой. Да, я почти не женщина, но я надеюсь, что я туда плещусь. И пишет она ему, Абраму Вишнику. Я люблю вас, как своего ребенка, как своего сына. Она представила себя матерью, которая мечтала о сыне. Он моложе ее, но ненамного. Он женат у него, мальчик четырех лет. И она настолько настойчива, что он испугался. Все мужчины, в которых она влюблялась, уходили от нее первыми, потому что боялись ее страсти и ее напора страшного. Мой маленький, мой ребенок, мое дитя, мой сынишка, обращается она к нему. Но он уже старается скорее избавиться от нее. Она пишет ему, только с вами я могу стать женщиной. Вы ласкаете меня и делаете меня мягче. Вы пробуждаете во мне женственность. И я словно мех раскрываюсь перед вами. Я становлюсь человечнее и прирученнее. От ласкового плюшевого пледа Вчерашний изымалый сон Что это было, чья победа? Кто побеждет? Все передумываю снова Все перемучиваюсь вновь В том, для чего не знаю слова В том, для чего не знаю слова Была, была любовь Кто был охранник, кто-то быча Все дьявольски наоборот Что понял длительно мучая Сибирский год Сибирский год В том поединке своего лишь Кто в чьей руке был только мяч Чьё сердце божий, майорин Чьё сердце божий, майорин Летелый скачь Чьё сердце божий, майорин И всё-таки, что ж это было Чего-то хочется И жаль Так и не знаю Победила Так и не знаю Победила Побеждена Побеждена В Берлине Она почувствовала, что её знают Её любят как поэта Она воспрянула духу Казалось, всё хорошо Наконец приезжает Серёжа с документами Семья как бы воссоединилась Но он снова видит, что она Он знает об этой любви И как всегда прощает, естественно Но дочь вспоминает Они были такими чужими Сергей, понимая, 4 года Он ждал этого воссоединения И понятно, что так много прошло времени И такие трудные годы Она выжила Она сама сумела с детьми И Алю спасти И, в общем-то, и писала стихи Она стала действительно известным поэтом Её здесь все знают, печатают Казалось, всё хорошо Аля пишет Серёжа всего на 1 год младше Ему скоро 3, ему 29 Матери 30 Но она выглядит гораздо старше его Очень серьёзная А он как ребёнок перед ней Он уезжает Она ещё ждёт какое-то время И переезжает в Прагу Она приехала в Прагу Но жить в городе они не могут Серёжа учится И они снимают жильё в пригородах Вообще, где бы они жили Они в эмиграции Они не могут жить в больших городах Они живут только в пригородах Потому что на больших городах Естественно, нет денег Почему она уехала из Берлина? Где было всё хорошо Её печатали Всё Но в Чехословакии пособие И у Серёжи у неё будет пособие Есть на что жить И она приезжает сюда И пишет очень скоро Своему другу в Берлину Я снова влюблена Как это случилось? Не знаю Просто он взглянул на меня И сказал насквые слова И я поняла, что я люблю Это новая её влюблённость Константин Артемьевич Это друг Сергея Эфрона Они даже внешне очень-очень похожи Только разрешить ниже ростом Серёжи И Сергей Эфрон называл его Мой братишка Они вместе учатся По словам друзей Марины Они пишут, что это ничтожество Которое испортит ей жизнь Она попала в сети лжеца Ему не нравились её стихи А это её ещё больше разжигало И это было Она писала ему Да вас я любила деревья И небо И звёзды Всё любила Но вы пришли И сказали мне то, что не говорил никто И я полюбила вас Да, мужчина Вы тщеславны Вы не тот человек Которого я должна любить Но я тем не менее люблю вас Я обхожусь без кукол И без мужчин могу обойтись Я не женщина Я только хочу ей стать Может быть с вами я довоплощусь И стану настоящей женщиной Она Именно Короче была слепа Не видела, что происходит На самом деле А он Тоже не мог вынести Вот этого напора Её страсти Он предлагал ей развестись с Эфроном О чём она никогда не думала И выйти за него за душ Он хотел дом, уют, спокойную, семейную жизнь Она не могла дать ему это всё равно И единственный выход был расстаться Вообще вся Прага знала об их романе И только Сергей Эфрон был слеп И наконец, когда он узнал Он предложил Марине развестись Она несколько дней думала И сказала, что нет Она не может его оставить Она считала, что оставшись с ним Она дарит ему счастье Она искренне так считала А он понимал Что когда Её Алексеевич бросит Она снова обратится к самоубийству И поэтому, он говорит, я был как жернова у неё на шее И в то же время как спасательный пояс Потому что она бесконечно тонула Её нужно спасать Но наконец он прослел И он пишет своему другу Волошу Марина, как печь Которой всё время нужны дрова Не важно, какие дрова Сырые или сухие Сухие, говорят, лучше сгорают быстрее Сырые или так Она влюбляется в человека Не в человека В проекцию свою Она придумывает их И роман этот может продолжаться дольше Короче И наконец, когда она Наконец понимает сущность людей Она потом высмеивает их С таким юмором Так ёлка Она всё понимает Но она не может с собой сопротивляться И он пишет Волошу Я понимаю Что она не может вкладеть с собой Я уже давно Ушёл в середину сцены Я уже не тот человек Который может вдохновлять её На прекрасные стихи Я уже не герой Её роман И действительно Любовь Закончилась Но Марина ждёт Ребёнка И она Ждёт Сына Она мечтает о сыне Она даёт уже имя Но Родился сын Действительно Она хотела его назвать В честь Бориса Пастернака Хотела назвать В честь Родзевича И Врач, который принимал роды Он сказал Что она сказала Что не хочет Называть именем отца И пошёл Слух с пленей Что это Ребёнок Родзевича На самом деле Их роман Закончился Намного Доль Раньше Чем Зачат Был Этот Ребёнок Этот Становится Ребёнок Действительно Таким Любимым Что Она В первые дни Его жизни Пишет Своей подруге Действительно Я Буду Ненавидеть Всех Женщин Которых Он Полюбит Я Уже Заранее Люблю Их Я Боюсь Когда В 48 Году Его Призовут Вармию Мне Уже Страшно Этот Ребёнок Для Него Был Свет Вакушки Она На всё Была Готова Брать Его Она Быловала Его Как Только Могла Но Жизнь Продолжается Нищая Бедная Жизнь Там В Берлине Она Получила Письмо От Астернака Он Писал Как Жмало Случиться Что Мы Раскнулись С вами О Милая Марина Ивановна Ваши Стихи Это Огну Вы Утренняя Заря Вы Звезда Моя Начинается Их Переписка Эпистолярный Роман Который С 22 14 Лет Продолжается Она Мечтает О встрече С ним Многие Стихи Посвящают Ему Я Жду Встречи Как Монархин Ждет Наложник Буду Ждать Тебя Пальцы Жгут Но Встречи Не Получается Все Время То У нее Нет Визы Чтобы Встретиться С ним Где-то Встреча Произойдет Уже Перестали Печатать В самом Последнем Журнале Который Еще Все-таки Изредка Печатают Не могут Понять Тех Поэм Которые Она Там пишет Поэма Воздуха Поэма Горы Поэма В общем Непонятные Совершенно Очень глубоко Философские Психологические А людям Надо Совершенно Другое В Париже Она Знает Или Нет Многие Современники Ее друзья Говорят Что не могла Она знать Сергей Фром Становится Осведомителем НКВД В Париже Он Следит За Немногими Людьми И С его Помощью С помощью Его Ячейки Уничтожают Бывших Генералов Белогвардейских И он В этом Участвует Но он Получает Хорошие Деньги И Марина Пишет Что она Может Пойти В магазин И даже Купить Себе Новые Вещи Купить Егорушке Что-то В общем-то Начинается Совершенно Как будто Лучшая Жизнь Но Аля Примыкает К отцу Она Понимает Что не Забираются Уехать В Советский Союз Она Не знает Что ей делать Она Она Всего боится. Он боится сказать лишнее слово, но его послали туда. И он не мог отказаться. И Марина Цветаева понимает, что это роман, роман в письмах, когда она действительно была влюблена в него. И такая общность интересов. Стихи одного и другого они любили. Каждые стихи друг друга. И сейчас для нее она хотела с ним посоветоваться, что ей делать. Но она понимает, что он не советчик. И все-таки она собирается. Сергей и Аля уезжают через Испанию, где они воюют на стороне испанского народа. И вскоре подготовлены документы. И Марина Цветаева тоже приезжает в Советский Союз. Она надеется, что она приедет долгожданным желанным гостем. Ведь столько сделано ее отцом и ее предками. Три роскошные библиотеки подарены. Библиотекам создан музей. Ведь столько сделано. Но она понимает, что она зря приехала. Сын винит ее в том, что она привезла его. Он мальчик, который прекрасно знает французскую поэзию и русскую поэзию. Мальчик, который собирался составить антологию французской поэзии в России, о русской поэзии во Франции, оказывается совершенно чужим. Он как белая ворона здесь. Он отдаляется от матьи. Это ее страшит. Она не может жить в Москве. Она живет в пригороде. Вскоре она узнает, что арестован ее муж, а после арестована и дочь. Она боится страшной темноты. Но с первой электричкой она едет в Москву, чтобы передать передачу. И пока передачу принимают, значит, ее родные еще жили. И вот здесь она увлекается поэтом, который для нее близок по духу. Это Арсений Тарковский. И ему тоже нравятся его стихи. Он признает невеликого поэта. Но он женат. А она снова со своим напором, со своей страстью. И снова страшное разочарование. И снова боль и трагедия расставания. И она пишет все. Повторяю первый стих и все переправляю слово. Я стол накрыл на шестерых. Ты позабыл позвать седьмого. Не весело твоим гостям. На лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом седьмого позабыть? Седьмую. Как мог? Как смел ты не понять, что шестеро? Два брата, три петель, ты сам женой, отец и мать ей семер, раз я на свете. Ты стол накрыл на шестерых. Но шестерыми мир не вымер. Чем пугалом среди живых? Быть призраком хочу с твоими, нет, своими. Робкая, как гор. О, не души, не задевая. За непоставленный прибор сажусь незваная. Седьмая. Раз. Опрокинула стакан. И все, что жаждало пролиться. Вся кровь из рам. Вся совесть глаз со скатерти наполится. И гроба нет. Разлуки нет. Стол расколдован. Дом разбужен. Как смерть на свадебный обед. Я жизнь, пришедшая на ужин. Никто. Не брат. Не друг. Не сын. Не муж. И все же в коряю. Ты стол накрывший на шесть душ. Меня, не посадивший с краю. И снова у меня в душе пустота и одиночество. Я чувствую себя одинокой словом. Будь я в комнате, я словно в норе. Будь это дворец или действительно нора. Мне нравится, что вы вольны и мной. Мне нравится, что я больна, не вольна. Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, Развучившей и не играть словами. И не краснеть удушивой волной, Слегка соприкоснувшись к рукавам. Мне нравится еще, что вы при мне. Спокойно обнимаете другую, Не прочите мне в адовом огне. Горит за то, что я не вас целую, Что имя нежное мое. Мое нежное мое. Не произносите мне днем, Не ночью всуя, Что никогда в темнотной тишине Не пропоют над нами. Аллилуйя. Аллилуйя. Горит. 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 Как живется вам с любовью, избранному моему, Свойственнее несъедобнее сметь, Приестца не меняй. Как живется вам с подобием, Вам, поправшему сытинай, Как живется вам с чужою здешнюю, Ребром люба, Стыд селесовый божой, Не охлестывает лба, Как живется вам, хлопочется, Можется, поется, как, С пошлиной и безмертной совести, Как справляетесь, ведь нет, Как живется вам с товаром рыночным, Удар крутой, после мраморов карары, Как живется вам с трухой гипсовой, Из глыбы высечет Бог и начисто разбит, Как живется вам с полупростою женщиной, Без шестых чувств, но заголосчастливой, В проваливе с глубин, Как живется милый, тяжелый, Чем не с другим. Начинается война, Марина Цветаевна Оказывается в Еланге, в эвакуации, Без работы, Без средств существования, Она пытается в Чистополье, Где, Куда его выявились писатели, Дом писатель, Найти хотя бы место посудовой писательки, Но не даже отживавшись ответа, Она слышит, Когда говорят, что это место, Для более достойного человека, Она возвращается в Елангу. Пора, для этого огня стара, Любовь старей меня, Пятидесяти январей гора, Любовь еще старей, Стара, как хвощ, Стара, как смей, Старей в Ивонских янтарей, Всех бивиденских кораблей, Старей, морей, Старей, но боль, Которая в груди, Старей, любви, Старей, любви. Тридцать первого августа, Сорок первого года, Семя оставленная, Одинокая, Разуверевшаяся во всех и в себе, Оставленная сына, Марина Цветаева, Кончает жизнь самому близку. Идешь, на меня похожие, Глаза пускают вниз, Я их опускала тоже, Прохожие, остановись, Прочтись, ибо ты, куриный, Маков, направ в букет, Что звали меня, Марина, И сколько мне было лет, Но только не стою грюмо, Главу пустим на грудь, Легко ко мне подумать, Легко ко мне забудь. Как луч тебя освещает, Ты весь золотой пыли, И пусть тебя освещает, Мой голос из-под земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 КОНЕЦ Вы знаете, я хотела сказать, что это такая надежная команда, и я не только себе, это настолько тандем у нас, совершенно потрясающий. АПЛОДИСМЕНТЫ Девятый оттенок моего рождения, Марина Цветаева, и в следующий год уже будет все-таки это более такая 125 лет, дата более круглая, так что накануне мы с вами вспомнили ее. А в общем-то, надо сердце принять ее, не судейте, не судейте, не судейте, потому что все в жизни, она, наверное, гениальная, а гениям не поддается никаким, ни критике, ни... Что? Спасибо, я не сказала. Да. Нет, очень... Нет, она прожила все-таки страшную жизнь, это ужасно. Другое дело, что то, что написала, но все-таки это... Не дай Бог, никому не... Спасибо вам огромное! Спасибо!